А вот это вот третья часть лучших анекдотов Романа Трехтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, сбиваются, поэтому на эту третью часть ушло три года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит, так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать. Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог. Бриллианты? Бриллианты возьмем, две машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони маме. Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600-м Мерседесом, тормозит. Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит, ну чего, блин, толкнем твое говно. Он говорит, ага, а потом мы мопед починим. Сидят как-то три пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит, я, говорит, хочу стать футболистом. Ну, почему? Ну, говорит, вот, представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит, пидорас, пидорас, а я так люблю славу. Второй говорит, а я бы хотел стать машиной скорой помощи. Говорит, нахуя? Ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь. Вау, вау, вау. Встречаются два мужика. Один говорит, слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас. Так, да ты что, бля, пять лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля. Два мужика пьют водку, один говорит, слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал? Он говорит, нет, но как ты ебал мужика, который ебал пидораса. Встречаются два мужика, один говорит, что у тебя спина-то вся расцарапана? Он говорит, бля, ебал тут на днях пидорас, так он мне всю спину, бля, расцарапал. Два пидораса ебутся. Один говорит, давай я на тебя насру. Ты говорит, давай. Лег, ты так поднасурился, не могу. Он говорит, бля, ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит, давай, давай, дорогая. Она говорит, подожди, подожди, вот тронемся тогда. Жена стоит около зеркала, смотрится совершенно голая, стоит. И говорит мужу, я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у двадцатилетней девушки. Муж спрашивает, а про пятидесятилетнюю жопу он ничего не говорит? Жена говорит, не, про тебя разговор даже не заходил. Жена спрашивает у мужа, как мне лучше, с лифчиком или без лифчика? Он говорит, конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли. Учительница первого сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему, как я провел лето. Дети сдают сочинение, через три часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит, Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух. Тот читает, встал в шесть часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Она говорит, Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит, да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй. Поймал грузино-россиянин золотую рыбку. Она говорит, дай три желания, отпускай меня. Он говорит, погоды, дай подумать. Она говорит, быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит, погоды, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивилась золотая рыбка, делала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Он говорит, сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. А нахуй я сделал? Уши большие, мясистые. Говорит, отпускай меня. Он говорит, погоды, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос. Он ее отпустил, она уплыла, плавает целый день, думает, блядь, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык. Блядь, никак не может понять. Приплывает снова к берегу и говорит, эй, иди сюда. Он говорит, что надо? Она говорит, ну нахуя ты попросил себе мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос. Он говорит, а что? Она говорит, ну надо было как все. Попросить там денег, дом, не знаю, жену красавицу. Он говорит, а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским. И говорит, скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит, ну представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит, что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполнил. Он говорит, хочу особняк. Налоговый инспектор говорит, вы что, блядь, ебнули что ли? Он говорит, ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем особняк покажу. Мужик рассказывает, пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Я говорю, ебнули мать, отдай, лягушка, ружье. Лягушка не отдает и говорит, понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. И здесь, граждане, судья, вот вы не поверьте, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках рыбка, говорит, хули смотришь, дура, кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Говорит, блядь, я исполню желание, загадывай. Она говорит, ага. Отрывает один пловничок, говорит, лети, лети, лепесток, кверху и надо, на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит, дайте, ребята, по желанию, отпускайте меня. Один говорит, блядь, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит, хочу, блядь, бочку пива. Сделала. Третий говорит, хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит, сделана, он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьим подзатыльник, бамс. Он говорит, за что? Говорит, а куда ссать-то будем, в лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит, ребята, потри желание и отпускайте. Она говорит, базара нет. Медведь говорит, хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведицы. Она говорит, сделана. Заяц говорит, хочу Харли Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит, хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведицы. Она сделала. Заяц говорит, хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит, хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведицы. Она говорит, сделана. Заяц садится на мотоцикл, заводит его. Говорит, хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит, давай три желания. Он говорит, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит, давай три желания исполните. Он говорит, ну давай, значит так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит, сделана. Он говорит, ну во-вторых, чтобы пули не брала. Сделала. Говорит, а третье желание. Он говорит, ну сделала мне рыбка хуй, как у того коня на бугре. Она говорит, сделана. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит, Петька, руби меня шашкой. Хуяк, 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 шашка отскакивает. Говорит, стреляй в меня. Он говорит, Василий Иванович, стреляй. Кто-то из маузера. Хуяк, с пули отскакивает. Василий Иванович, растягиваешь штаны и говорит, ну, каково? Говорит, ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит, поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит, знаете, Наташа, просто не хочется. Старый еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку, попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка, я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом кровинку, трэби, так и так, неприличная птичка попалась. Он говорит, покажи. Она снимает с клетки тряпочку, попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка, я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит, вот тебе Рива адрес, там живет одна богобоязненная семья, там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда, быть может они научат ее хорошим манером. Рива бежит по указанному адресу, снимает с клетки тряпочку, попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка, я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая, один другого крылом толкает в бок и говорит, ну что, Абхаша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то, окна закрыты, через дверь пойду всех разбужу. Смотрит, стоит катка, из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину, через два месяца его замучила совесть, он пишет им письмо. Вот так и так, вы ко мне отнеслись как к родному, а я у вас в квартире насрал. И в России приходят срочные телеграммы. Скажи, скотина, точно, куда насрал. Третью квартиру меняем, все равно воняет. Винни-Бог приходит к пятачку и говорит, пятачок. Короче, назрела тема дня, я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро. Ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед. Пятачок говорит, хорошо. Он залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор. Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуёво, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. А тут прибегает пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь. Пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит, Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера. Он говорит, уйди, свинья, не видишь мне хуёво. Чебурашко просчитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь к Гене, он говорит, кто там, кто там, кто там. Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий. Василий Иванович приходит к Фурману и говорит, Фурманов, а ты же у нас учёная голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Он говорит, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идёт в баню? Кто говорит, чистый? Говорит, неверно. В баню идёт грязный. Он потому и в баню идёт, потому что грязный, хочет вымыться. Понял? Он говорит, понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит, хорошо, Фурманов, а что такое диалектика? Смотри, говорит, Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идёт в баню? Кто говорит, грязный. Он говорит, нет. В баню идёт чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Кто говорит, понял. Вот это называется диалектика. Он говорит, хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идёт в баню? Он говорит, хуй его знает. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит, Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил? Он говорит, не, Петька, там карты. Он говорит, нахуй, какие карты? Он говорит, ну, карты, ёпта, я же еду в академию. Он говорит, да, блин, не могут карты столько весить. Он говорит, ну, смотри, открывайте чемодан, там картошка. Он говорит, смотри, вот здесь красные, вот здесь белки. Мужик прибегает в винный отдел и говорит, мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. Он говорит, молодой человек, мы в разлив не продаем. Он говорит, а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит, господа, если я пойду к власти, я гарантирую вам восьмичасовой рабочий день. Все кричат, ура, ура. Он говорит, если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую шестидневную рабочую неделю. Все кричат, ура, ура. Он говорит, если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам пятидневную рабочую неделю. Все кричат, ура, ура. Он говорит, смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите. закончились опыты по клонированию человека планировали сталина и вот к нему коммунисты пришли и говорят были офисы жилович надо порядок стране восстанавливать хорошо значит на повестке дня тогда два вопроса во первых нужно расстрелять всех коммунистов а во вторых перекрасить мавзолей в зеленый цвет нахуя мавзолей в зеленый цвет перекрашивать я очень рад что первый пункт не вызвал никаких возражений выставочном зале в застойные времена выставлена картина вот идет экскурсовод экскурсию подводит и вот картина который называется ленин в польше все смотрят на картине изображена палатка и там четыре пятки торчат он будет вот это ноги фельса эдмундыча вот это ноги надежды консантиновны а ленин где господа ленин в польше на балум бегает мальчика всем мешается у всех под ногами вертится кричит что-то спотыкается падает жесткий подошел к мальчику шепнул пару слов на ухо мальчик свалил и большего до конца вечера никто не видел отец мальчика полковник подзывает к себе поручика и говорит поручик вы знаете вас погибает великий педагог что вы сказали на ухо моему сыну это хуйню просто научил его анонизму пер без ухов заходит в комнату видит такую картину стоит посередине комнаты стол вокруг стоят гусары выточили хуи выложили их на стол в углу стоит связанный поручик ржевский в другом углу связанная наташа ростова он говорит что здесь происходит господа это мы играем интересную игру мы вытащили хуи иначе и быстрее муха сядет тот и будет ебать наташу ростову а он это почему поручик связанный в углу а он шулер он хуй говном намазан сидят корнеты и беседуют а бабах один год я тут ебал двадцатилетнюю второго это хуйня я вот пятнадцатилетнюю ебался третий говорит а я двенадцатилетнюю заходит поручик ржевский говорит господа я трехлетку ебал ему говорит как как такое могло быть как вы могли ебать как мог распряг и вы брат с сестрой ебутся сестра говорит слушай с тобой лучше ебаться чем с отцом вы да мне мать уже об этом говорила у нового русского сломалась машина он стоит никак не может понять что же с ней приключилась 1 2 3 э quem остались какой alte каррика копался копался как может секретка из входит нет ну извини тогда не знаю его ехал часов остановляется другой очкарик тоже поковырялся машины ему слушаю но не знаю вроде все в порядке может секрет какой есть он говорит нету никакого секрета тот уж и желает researching становится еще один очкарик ковыряется два часа scout слушай но все в порядке не знаю чтобы она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нет у меня никакого секрета. Кто-то уезжает, новый русский стоит, чешет репу, говорит, ну, есть у меня секрет. Тещу я ебу. Ну, к машине-то это... Какое отношение иметь? Приходят в квартиру муж с любовником. Ебутся по-разному, там, по-всякому. И в рот, и в жопу. Тут звонок. Они хуякаться в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок. Они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем садомаза вся в заклепках. В руке плетка. Вдруг звонок. Они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут двое, мужчина и женщина. Женщина рыдает. Мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте. Я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес. Будете рядышком. Обязательно посидите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит три дня. Мужчина приходит к ней в гости. Она обрадовалась. Говорит, посидите здесь. Я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату. Через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках. Плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, сумочку я вам насрал. Собаку вашу выебал. Что ты на сегодня делаешь? Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну, ладно, я, пожалуй, возьму третий чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький, и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну, по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Блядь, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Вот, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тут чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она ещё стоит минут пять мнётся. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочные? Молодые возвращаются домой с прогулки, заходят на кухню, видят, там сидит тёща на кастрюле с борщом и ссы туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы всё-таки, уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит тёща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда? Из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у неё интервью, и все выходят нормально, и вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюговый очкастый мужичок. Он говорит, ну скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит, нет, просто я знаю, что, мужики, говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдаёт экзамен по анатомии, профессор ему показывает скелет, и говорит, ну расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит, ну вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде всё. Он говорит, ну вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член, не был, а бывал молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведёт лекцию по анатомии, и говорит, кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит, ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. Три глотка. Идёт экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит, ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. 99. Он поднимает девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, я знаю 10. Говорит, ну как я, она перечисляет. А задней парты? 99. 99. Поднимает мальчика, говорит, вы сколько знаете поз? Он говорит, ну, наверное, 30. Задней парты? 99. 99. Он поднимает ещё какую-то девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, одну. Он говорит, ну какую? Женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней. Задние парты. Сто. Военно-грузинская дорога. Едет новый русский на 600-м Мерседесе. Смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он встанавливает машину, вылезает и говорит, что плачешь-то? Она говорит, мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи. Папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. И осталась круглой сиротой. Новый русский говорит, да, не твой сегодня девочка день. И расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку пятилетнюю девочку. Кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит, дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит, а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться. Три педофила встречаются. Один говорит, вот у меня была баба, 8 лет. И в принципе такая ничего бодренькая. Но мне кажется, появились первые признаки старения. Второй говорит, это что, 8 лет, это старуха. Вот у меня пятилетняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит, ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на переменник Марии Ивановне и говорит, Мария Ивановна, давайте я вас выебу. Она говорит, Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит, блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марию Ивановну. Она говорит, я не люблю детей. Он говорит, ну что, Мария Ивановна, мы будем предохраняться. Открылся в городе Герой Геревани публичный дом для женщин. Женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка. У себя там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только 10 долларов. Она говорит, что я могу за 10 долларов? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, полюгаренького, шлядка, она раздевается, так ебет еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, давайте сюда, хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блядь, ну это профнепригодный человек, вы чего? Он даже 10 долларов не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за 10 долларов? Не дальнобойщика же? В городе Герой Геревани открылся публичный дом для женщин. Пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж. Там написано, маленькие и толстые. Они на второй этаж, там написано, длинные и худые. Они на третий этаж, там написано, длинные и толстые. Они на четвертый этаж, там написано, длинные, толстые, кривые и в пупырышках. Они на пятый этаж поднимается, там табличка. Какого же хуя вам еще надо? Мужик приехал в Нью-Йорк. Не знает, как ему провести вечер. Обращается к товарищам. Те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель. Там есть чудная девочка, зовут Нинель. Мы очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, мне Нинель. Ему, говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, пять тысяч долларов. Он говорит, ты что, ебанулась? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, пять тысяч. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, Коль, так давай. Делал ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда. И говорит, Нинель, ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, десять тысяч долларов. Он говорит, да ты ебанулась. Блядь, вчера пять. Он говорит, пять миньетов, жопа, десять. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну, давай. Засадил, блядь, ему так понравилось. Просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Показывает, видишь, сеть заправок. Он говорит, да. Это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон. Вся моя сеть по всему миру. Все это заработало жопой. Он говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больницу заходит в туалет. Растегивает штаны. Транссексуал после операции в больницу заходит 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 в больницу. Продолжение следует...